Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как проходит ремонт дорог? Каковы сроки завершения и гарантии качества произведенных работ? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиулов. Здравствуйте, Шамиль Толгатович. Здравствуйте! Если посмотреть на наш город с высоты птичьего полета, понятно, что мы все передвигаемся по земле, но все-таки, где эти точки основные сегодня проведения ремонта дорог, такие самые важные объекты, и насколько наш город заполнен ремонтом? Как это оценить? Объемы и масштабы? Давайте начнем с того, что до проведения чемпионата мира футбола в России и у принимающего города Самар остался всего один год, один строительный сезон. В этом году, как и в предыдущий год, ведутся масштабные работы по ремонту уличной дорожной сети, по ремонту объектов благоустройства, чтобы успеть к проведению чемпионата в Самаре. Работы ведутся во многих районах города. Большая часть мероприятий сосредоточены именно в центре. Основные мероприятия проводятся на гостевом, туристическом, пешеходном маршруте, утвержденных в районе чемпионата. То есть в этом году мы завершаем работу, начатую ранее, и ведем работу по выполнению мероприятий по ремонту дорог. Всего, если говорить о ремонте в городе в целом и по тем объектам, которым занимается Департамент городского хозяйства и экологии, то в этом году у нас беспрецедентно большая сумма, более 2,3 миллиарда рублей на ремонт объектов уличной дорожной сети. Это позволит нам отремонтировать в общем и целом, как ремонт картами, так и комплексный ремонт, более 800 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В этом году у нас ремонтируется 20 участков автомобильных дорог, более 20, если же быть точным, то 23 дороги комплексным ремонтом, более 20 объектов картами свыше 100 метров погонных. И также в этом году администрация городского Косомара обратила внимание на проведение мероприятий именно как отдельных на ремонт пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами. То есть в этом году отдельное мероприятие именно ремонт вот асфальтобетонного покрытия в трамвайных путях. Да. Ну вообще ремонт дорог – это сезонное дело. Скажите, пожалуйста, в этом году есть уже окончательная дата завершения ремонтных работ на дорогах? До какого срока они будут проводить? Согласно условиям муниципальных контрактов, завершение работ по ремонту объектов уличной дорожной сети 30 октября текущего года по тем объектам, которые планируется завершить в этом году. А вместе с тем по поручению главы городского округа Самары подрядным организациям поручено форсировать события и выполнять работы в две-три смены с учетом того, что работу необходимо выполнять и в праздничные, и в выходные дни. Что должно позволить завершить работу раньше предполагаемого срока? О том, в какие сроки это будет происходить, будет ближе понятно к завершению строительного сезона. А в ночное время ведется ремонт или нет? Безусловно, по согласованию с ГИБДД и в соответствии с пожеланиями тех же автомобилистов принято решение выполнять основные работы по ремонту проезжей части именно в ночное время, естественно, с соблюдением режима по возможности тишины, чтобы не мешать спасти нашим жителям. Мы с вами видим, как город ремонтируется именно к праздникам, к чемпионату, который будет проходить на территории нашего города. И если сейчас выполняются работы одномоментно именно по проезжей части в дневное время, то последствия могут быть тяжелыми именно для автомобильного трафика. Могу вам возразить тоже, когда проезжаешь Южный мост, да, вот эту вот дорогу, то иногда там в 10, даже в 9 часов утра нет работников. И думаешь, а почему же вот, вот я несколько раз сама проезжала и видела, что там очень мало, или один, там или два. Вот как такое происходит? Кажется, что так ведутся масштабно и ночью, и днем, и в любое время, а вот работников... По ремонту моста и путепровода Южный, наверное, не с вами совсем, а с вами с властью, что мы регулярно проводим проверку работы, которую выполняют подрядные организации. Это про выходные, я говорю, с суббота и там в воскресенье, вот мы выезжали, когда... Работает всегда около 50 человек на этом объекте. Нужно отметить, что ремонт моста проходит как бы и с нижней части, и с верхней, и по бокам, то есть не всегда видно то, что происходит на проезжей части. Тогда ведется список островы на обработку, например, опор. То есть работа внизу под мостом и под путепроводом. Это может быть не видно наверху тех мероприятий, которые проводятся. Спасибо за разъяснение. Уже горожане стали вникать во всякие детали ремонта, и ямочные, и когда заливается и в холод, и в дождь, люди уже начинают разбираться. Вы сказали про ремонт большими картами. В чем специфика этого ремонта? Что это такое ремонт большими картами? Ну, давайте, наверное, как бы короткую справку о том, что существует несколько видов ремонта. Есть ремонт ямочный, который проводится в весеннее и в осеннее время для того, чтобы убрать какие-то аварийные моменты, большие разрушения. Есть ремонт картами, который подразумевает под собой поддерживающий ремонт до момента проведения комплексного ремонта. То есть ремонт картами – это ремонт наиболее разрушенных участков, что позволит нам отодвинуть сроки и дождаться комплексного ремонта. При этом в ремонте проводится фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 4-5 сантиметров, и укладка одного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров. То есть без замены брутового камня, без ремонта тротуаров и так далее. То есть это именно такой поддерживающий ремонт. Ну о том, как он происходит на деле, давайте посмотрим сюжет и потом продолжим разговор. В Самарское время 0 часов 0 минут. В полночь на работу выходят дорожные ремонтные службы. Первым делом специалисты выбирают поврежденный участок дороги свыше 100 метров. Его восстановят по методу так называемых больших карт. На улице Енисейской около стадиона Металлург, как и положено по технологии, сняли 5 сантиметров старого асфальта. Заменили колодцы и дождеприемные решетки. Высушенную и очищенную дорогу залили специальным клеем. И только потом каток прошелся по уложенному новому современному асфальтобетону. Сейчас у нас здесь находится гудранатор, потом комбинированная дорожная машина, соответственно, КДМ-ка со щеткой. Присутствует асфальтоукладчик, который непосредственно укладывает асфальт. И катки в количестве 3-4 единиц. В бригаде, вот у меня сейчас 7 человек, сейчас при этой бригаде асфальтоукладки человек 10-12. Новый асфальт с минеральными добавками закатывают 5-сантиметровым слоем. Гарантия качества 2 года. Если за это время дорога придет в негодность, подрядчик за свой счет еще раз отремонтирует ее. Постоянно осуществляется контроль качества выполняемых работ. Он происходит как визуально, так и с помощью специализированных приборов и с привлечением лаборатории. После завершения укладки, через трое суток, отбираются отборы проб образцов асфальтобетона, по-другому керны называются. Они отводятся в лабораторию, где ее испытывают на водонасыщение и на уплотнение. Автомобильный транспорт опускается через сутки после завершения укладки. В настоящее время ремонтом большими картами также охвачены проспект Металлургов, улицы Строителей и Путейская. Но проблему создают автолюбители. Они паркуют машины на ремонтируемой дороге. Поэтому, чтобы закатать асфальт, приходится искать владельцев через ГИБДД. Если водители видят, что тут произведено фрезерование, просьба машины не ставить на территории, где была произведена фрезеровка. Потому что в любой момент тут может пойти укладка асфальтобетонной смеси. Кроме ремонта дорог большими картами, в этом сезоне их приведут в порядок также комплексно и малыми картами, в зависимости от повреждений. Сейчас более полутора десятков самарских улиц ремонтируют комплексно, причем не только в центральных районах. К ноябрю все работы завершатся, обещают дорожные организации. Действительно, большие, огромные масштабы работы. Скажите, кадровый вопрос, привлечение специалистов, как решается? Эти специалисты, которые здесь у нас работают, они откуда все в основном? В основном те подряды организации, которые победили в текущем году на право выполнения работ, они все самарские. То есть и применяемый материал тоже стараются использовать именно местных производителей по поручению губернатора. Потому что встает вопрос гарантии и качества, чтобы не искать где-то там издалека приехавших работников и потом предъявлять им какие-то претензии. Вот это все как выстроено? При проведении торгов на право выполнения мероприятий по ремонту обитву личной дорожной сети учитывается в том числе и наличие специализированной техники, управленческого персонала и специалистов, которые имеют опыт выполнения соответствующих работ именно по ремонту дорог. Для того, чтобы обеспечить необходимые характеристики по качеству и по срокам их выполнения. Вот появилось еще такое понятие комплексный ремонт. Что в него входит? Мне кажется, это относительно новое понятие или нет? Или раньше тоже так ремонтировали? Раньше ремонтировали просто с 90-х годов прошлого тысячелетия. Комплексный ремонт в Самаре не проводился. То есть к началу 2000-х и чуть позже город был достаточно запущенным состоянием. С вами видели, что и дворовые территории, и автомобильные дороги были в неподобающем состоянии. И было принято решение руководством города и области о необходимости выполнения именно такого комплексного подхода, что называется, от фасада до фасада улицы ремонтируется. То есть ремонтируются газоны, проезжая часть, тротуары, меняется бортовой камень, укладывается тактильная плитка, барьерное ограждение, разметка, светофор с звуковыми приставками для плохо видящих и так далее. То есть в данном виде ремонта мы стараемся найти комплексный, чтобы улица, целиком вся улица приобрела подобающий вид, радовала глаза не только граждан нашего города, но и гостей столицы. И еще такое тоже относительно новое для меня понятие – тактильная плитка. Кажется, это же совсем какие-то новые технологии, что в него входит? Нет, технологии совершенно не новые, просто ранее, в предыдущие годы это мероприятие как бы не в полной мере использовалось на территории нашего города, а в целях выполнения нормативного документа об обеспечении доступности мобильных групп населения используется ряд мероприятий. Первый – это вот тактильная плитка соответствующая, она совершенно разнообразная на прямых участках, на подходах к пешеходным переходам и так далее. То есть мы также используем звуковые приставки, которые слабовидящим гражданам позволяют в нужных местах и в нужное время пересечь перекрестки. Опять же, устройство пандусов для того, чтобы можно было инвалидам-колясочникам свободно перемещаться с одной стороны на другую. Также это как бы удобно для родителей, где дети с колясками и так далее. То есть это именно... Я так для себя представляю, что это вот спуски, да, чтобы было легко и подниматься, и спускаться. Спасибо за разъяснение. Хочу вернуться все-таки к Южному мосту, потому что такая точка, которая и там и напряжение создавалось, но вы сказали, что контроль есть, и более того, контроль усилен, потому что на днях там побывала глава города на этом объекте. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор. Ремонт путепровода «Аврора» и Южного моста идет круглосуточно. Деформационные швы с одной стороны смонтированы на 50%. К концу месяца обещают положить нижний выравнивающий слой асфальтобетона. И уже к 15 июля здесь откроют движение. Начнется ремонт второй стороны. Глава города Олег Фурсов призвал подрядчика сокращать сроки ремонта. Надо сейчас пересмотреть и более жесткие сроки поставить. С точки зрения организации работ, выставления людей, если есть резервы, значит надо людей дополнительно выставлять. Днем на объектах работают 45 человек, 15 человек в ночную смену. Замечания главы города пообещали учесть в ближайшее время и увеличить количество рабочих. «Будем привлекать на момент оклеечной гидроизоляции, то есть будут у нас привлечены бригады. По мере поступления барьерного и перильного ограждения тоже будут привлечены еще дополнительные люди. Это порядка еще 30 человек». Протяженность мостового комплекса – 1200 метров. Строитель дает гарантию. После модернизации объект прослужит горожанам еще несколько десятков лет. «Ремонт моста назревал очень давно. Вы знаете, что он был в предварительном состоянии. И я хочу сказать спасибо отдельно правительству, области и губернатору. Вовремя выделены деньги. И подрядчики приступили своевременно к ремонтным работам, потому что некоторые моменты показывали, что критическое состояние было. Отдельных элементов моста было критическое состояние». Еще один вопрос благоустройства прилегающей территории. Олег Фурсов сделал замечание подрядчику – территорию нужно убирать своевременно. Также представители района и общественности рассказали – переход через площадку Толевого не освещается. Письмо в Гурсвет отправили, но вопрос до сих пор не решен. «Мы же знали об этом ремонте с января месяца. Ну и что, неужели нельзя было все это скоординировать и организовать? Ну попросили бы подрядчик, чтобы они помогли временку какую-то кинуть. Это же элементарная, так сказать, забота-то о людях, беспокойство о людях. Значит, вам срок три дня разбирайтесь». Глава города поручил активнее привлекать к контролю за ходом ремонта общественность, чтобы у жителей района всегда была оперативная информация. Полностью завершить ремонт на путепроводе «Аврора» и «Южном мосту» планируют в октябре. Все-таки что еще делается для того, чтобы минимизировать неудобства, пробки, еще что-то при таком большом объеме работ? Как департамент с этим сталкивается и работает? Какие меры принимаются? Потому что понятно, что какой-то накал все равно существует в связи с тем, что очень большие объемы. В городе надо отметить, что действительно есть достаточно масштабные работы. Это по заказу Министерства транспорта или Дрога Самарского, ведутся работы по ремонту Нового Садова, Московского шоссе, Половского шоссе и еще ряда объектов, которые как бы на гостевом туристическом пешеходном маршруте, и по которому наши горожане уезжают в город и видят этот объем работы. Вместе с тем хочется попросить наших горожан, все-таки потерпеть немного. Мы же это делаем для жителей нашего города. Для того, чтобы в дальнейшем им было удобно, комфортно, а главное, безопасно передвигаться по нашим с вами родным улицам. Вместе с тем мы предпринимаем меры для того, чтобы как можно больше повысить удобства. То есть то, что там работа в ночное время, работа без перекрытия движения улиц, для того, чтобы была возможность перемещаться по дорогам автомобилистам. Фрезерование в ночное время, укладка спальтонной смеси в ночное время позволяют оставить возможность для проезда, пусть и в чуть меньшем объеме, но тем не менее это позволит перемещаться по городу в относительно спокойном режиме. Да. Ну и еще такие объекты, которые тоже любят все горожане, это и площадь Куйбышев, и Строковский сад. Насколько я знаю, они тоже подвергнутся ремонту, может быть, реконструкции. Что вы можете об этом сказать? Какие сроки, какие задачи ставятся, какие объемы? Ну, объем работ по ремонту в городе вообще очень большой. Я как бы уже говорил, что сумма достаточно большая, там более 2-3 миллиарда рублей. Дополнительно, как бы к чемпионату в рамках именно проведения и подготовки площади Куйбышева, как фан-зоны, где планируется проведение, просмотр проведения игр, планируется выполнить капитальный ремонт площади имени Куйбышева. То есть, опять же, хочется отметить, потому что со стороны граждан задаются вопросы о судьбе площади, о судьбе Строковского сада. Мы выполняем именно ремонт, то есть, достаточно бережно относясь к тому наследию, которое досталось, никаких кардинальных изменений не планируется ни в коем случае. Все при проведении, там, проектировании этих объектов, учитывалось необходимость именно такого вот рачительного отношения к тому наследию, которого и досталось. То есть, то же самое, замена асфальтобетонного покрытия на площади Куйбышева будет выполнена по щебеночным, мастичным асфальтобетонным. Вот, замена гранитных бортовых камней не планируется, то есть, то наследие, которое есть, оно будет, они будут просто переустановлены в существующих отметках для того, чтобы вот сохранить тот облик, который был. Ограждение существующего на площади Куйбышева, оно тоже будет сохранено, оно будет демонтировано, пескоструено, покрашено и установлено назад. То есть, подход именно рачительный в этом, не огульный какой-то, вот, все, каждый пункт тщательно обследовался, отсматривался и принялось какое-то решение именно вот в этом ключе, чтобы сохранить то, что у нас сейчас есть. Если говорить о Струковском саде, то там ситуации, в общем-то, схожие. Поднимались исторические материалы по этому объекту, также отсматривались все существующие объекты, элементы, которые можно сохранить и оставить, они, безусловно, остаются. В те моменты, когда, допустим, существующий бетонный бортовый камень уже разрушен, и сохранить его нельзя, да, наверное, нецелесообразно, потому что он не представляет никакой исторической ценности, он будет заменен. Там также планируется ремонт дорожек с устройством асфальта бетонного, с устройством плиточного покрытия, с частичным сохранением тех опор, которые, сети уличного освещения, которые там существуют, и с доустановкой новых, так как сейчас изменились нормативы по освещению, чем те, которые когда-либо были ранее. Вот, то есть, также ремонт, также ограждение, с пескостроенной, и последующая окраска ремонт столбов, устройство пергол для того, чтобы можно было. И как один из таких интересных элементов, хочется отметить, что там вот та скейт-площадка, которая есть, она сейчас ничему не соответствует, поэтому будет установлена новая, соответствующая всем требованиям, бетонная конструкция, которая позволит, да, безопасно, вот, продолжать заниматься теми видами увлечений, которые нравятся нашему молодому поколению. Вот эти объекты, они тоже к чемпионату мира по футболу будут реставрированы и отремонтированы или нет? Или ремонт продлится и дольше, и позже? Безусловно, эти объекты ремонтируются и на пройдении чемпионата. Площадь Клубышев как принимающую, как фан-зон, а Струковский сад как прилегающая территория к фан-зоне, где жители и гости столицы могут провести какое-то свободное время и насладиться красотами, как реки Олга, так и Струковского сада. Безусловно, там также сроки, установленные головой губернатором, достаточно жесткие, то есть не позднее 30 октября, завершить все основные работы по ремонту этих объектов. Объекты достаточно большие, и я бы сказал, что беспрецедентно большие, как та же самая площадь Клубышева, которая такого вот ремонта не видела очень-очень-очень много лет, буквально с момента, наверное, своего создания. Ну, там же вот, если говорить детальнее о площади Клубышева, там же очень большой слой асфальта, да, положен, и поэтому некоторые говорят, что может быть и нецелесообразно как-то что-то делать новое, и так он продержится очень долго, вот этот асфальт там. Все материалы имеют свой срок службы. Асфальт и бетонные покрытия также имеют свой срок службы. Его разрушение происходит под воздействием того, что битум стареет, соответственно, связи нарушаются, приходит его разрушение. То, что сегодня выглядит как бы еще как-то, в следующем году может уже не соответствовать никаким ни нормативным, ни там, ни на первый взгляд, что называется, соответствовать уже не будет. И объект, оно напрашивалось, на самом деле, на проведение ремонтных работ, потому что, ну, столько лет без ремонта, наверное, стоило обратить на это уже внимание, поэтому этот объект важен для города, для области вообще и в целом. Поэтому было принято решение о том, что нужно его ремонтировать. Ремонтировать, опять же, заботливо о том, чтобы сохранить историческое наследие. Ну, и самые такие вопросы, которые волнуют горожан, это, конечно, и качество проведения работ, потому что есть такое мнение, что вот когда работы в таком массовом порядке, проводятся очень быстро, и сроки, и вдруг это отразится на качестве. Качество проведения работ, качество материалов и гарантии. Вот что горожанам нужно знать об этом? Как это курирует, контролирует департамент городского хозяйства? Вопрос достаточно обширный. Наверное, тщательно нужно сказать о том, что гарантия на выполненную работу по ремонту картами составляет два года, так как при ремонте картами всего один слой асфальта бетона. Это при комплексном ремонте, там, может быть, два и три слоя асфальта бетона. То есть за счет этого достигается именно повышенный срок гарантийный, потому что ремонтируется, как бы, и восстанавливается частично основание, восстанавливается при комплексном ремонте. То есть при комплексном ремонте еще раз пять лет, при ремонте картами два года. Контроль качества проводится, в общем-то, разносторонне, как визуально, так и с применением специальных приборов. Есть МБУ дорожное хозяйство, у которого есть лаборатория, соответствующая, имеющаяся все необходимые сертификаты на выполнение именно этих мероприятий по контролю за качеством. Проводится как кернение асфальта бетонного слоя для того, чтобы посмотреть, толщина соответствует или нет. Дальше работают кураторы и днем, и ночью, которые наблюдают за проведением работ по ремонту отбора смеси из асфальта бетонного укладчика, для того, чтобы посмотреть, соответствует она по температуре, по своему составу. Там асфальт предусмотрен муниципальными контрактами. Вместе с тем, по поручению губернатора, по поручению главы, к приемке работы, к контролю за их ходом подключена общественность. Это депутаты, Думы городского округа Самара, представители общественных советов, администрации районов, общероссийский народный фронт. И, наверное, для кого-нибудь является загадкой для того, чтобы пристали надзоры, здесь еще ведут силовые ведомства. То есть они как бы и параллельно с нами, и отдельно, и совместно ведут свои мероприятия за проведением работ. Отбирают керны, отбирают смеси. То есть контроль разноступенчатый, разносторонний за тем, что происходит на территории города. Вот что касается вот этой асфальтобетонной смеси, производитель, кто ее? И насколько вот качественно, как определяются параметры качества? У каждого подрядчика на выполнение работ есть свои асфальтобетонные заводы, которые производят именно асфальтобетонную смеси, безусловно. Один асфальтобетонный завод не может переварить такой объем работы. Это, естественно, нужны несколько заводов, которые варить будут асфальт соответствующей марки, потому что на проезжей части это как бы щебеночно-мастичный асфальт, асфальтобетон, как правило, вот при комплексном ремонте, при ремонте картами это тип B марка 1, на тротуарах это песчаный асфальтобетон, либо плиточное покрытие. То есть достаточно разный асфальт, нужен именно в разное время. Поэтому и, соответственно, разные заводы, которые варят этот асфальт для каждого подрядчика. При этом у подрядных организаций есть свои лаборатории, которые будут выходной контроль за этим самым асфальтом, потому что это в интересах подрядной организации уложить именно асфальт и бетонной смесь, соответствующую всем требованиям заказчиков. Потому что асфальтная смесь, которая не соответствует по какому-либо параметру, и потом она будет уложена, она не будет принята и не будет оплачена, и подрядчик будет вынужден переделывать эту работу еще раз и уже за свой счет бесплатно. А такие были случаи в практике, что кто-то переделал какие-то участки уже? Раз вы говорите, что вы работаете с постоянными подрядчиками, что это в основном из нашей местности специалисты? Случаи такие ранее были, подрядные организации, которые, допустим, только вставали еще на путь работы, на путь развития. Чтобы была эта практика тоже, чтобы другие видели, что если уж действительно не сделано, то это переделывается. Выписывается также сотрудниками МБУ дорожное хозяйство, выписывается предписание на устранение имеющихся нарушений условий муниципального контракта, и покрытие полностью снимается, отфрезеровывается и переделывается по новой. Подрядные организации невыгодно заниматься такими вот вещами за свой счет. Поэтому им изначально нужно сделать так, чтобы у них приняли те работы, которые они сделали, с надлежащим качеством. Теперь вот эти специалисты, которые сегодня в массовом порядке работают на территории города, дальше, когда закончатся эти объемные работы, они где будут задействованы? Ну, насколько мне известно, подрядные организации у нас, они не сосредоточены только в Самаре, у них фронт работы достаточно широкие, это и области, и, может быть, даже другие области Российской Федерации. Как бы здесь затрудняюсь искать за всех подрядные организации, но я думаю, что без работы они не останутся. Понятно. А функции вообще управления, развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии основные, они в чем заключаются? Вот ваши задачи, они как распределяются вот на этот такой вот насыщенный период? Ну, период нас насыщен на самом деле всегда, потому что летом ведутся строительно-монтажные работы, а вот после завершения строительного сезона, в осень, как бы сотрудники Департамента, сотрудники управления проводят обследование объектов и готовят дефектные ведомости на ремонт объектов уличной дорожной сети, на ремонт фонтанов, скверов, парков. Так как фронт работ достаточно большой, там же ремонт того же освещения и других мероприятий, которые входят в сферу компетенции управления, готовят дефектные ведомости, смертные расчеты и готовятся к следующему сезону. То есть плюс в компетенцию управления входит именно подготовка ответов на обращение граждан, потому что обращение граждан становится все больше и больше. У нас растет юридическая грамотность населения, там люди, бабушки, молодые люди пишут обращение, задают вопросы, интересуются, просят, требуют, нам необходимо вот это. И вот в процессе переписки мы рассматриваем наиболее наболевшие точки, потому что тот же ремонт уличной дорожной сети картами, он формируется на основании именно обращений граждан, предписаний ЕБДД, прокуратуры и так далее. То есть мы консолидируем все и пытаемся понять, где наиболее острые моменты возникают. Также прислушившись к департамент транспорта, как подвижной состав, который как бы ходит, он тоже достаточно важен. Консолидируем все и пытаемся понять, где вот в данный момент времени наиболее такая острая точка, где необходимо закрыть вопрос с ремонтом. Это как ямочный ремонт, аварийный ямочный, так и ремонт малыми картами, большими картами, либо комплексный ремонт. Но сейчас, опять же, отметить нужно, что мы готовимся к чемпионату, поэтому на первое место выходит комплексный ремонт именно вот этого гостевого, туристического, пешеходного маршрута. Сейчас все силы брошены на вот на эти объекты для того, чтобы они были готовы к проведению чемпионата. То есть они должны быть завершены все в этом году. В этом году? До конца 30 октября? До конца текущего года, да. А, до конца текущего. До 30-го, давайте начнем. Должны быть завершены до 30 октября текущего года. Ну и чтобы нам представить все-таки вот эту картину, что будет, что изменится, что отремонтируется, вот как вы в целом все вот это можете рассказать? Самые такие ключевые точки. И может о чем-то мы еще и даже не знаем, что произойдет опять до конца сезона, что будет отремонтировано. Мы информируем население через средства массоинформации достаточно активно, то есть сообщаем о том, где будет выполняться работа, какие работы. Ну давайте, наверное, перечислю уже те объекты, которые сейчас находятся в ремонте. Думаю, что наши горожанники видят, но тем не менее, давайте их перечислю, чтобы было понятно, возможно, какие объекты может быть. Что именно город этим занимается, потому что и область же подключается. Давайте. Волжский проспект, улица Комсомольск, улица Чапаевская, улица Красноармейская, улица Молодогвардейская, Гвардейская, Лесная, Максима Горького, Льва Толстого, Галактионская, Полевая. Капитальный ремонт улицы Дыбенко я хотел бы отметить отдельно, потому что этот объект напрашивался очень давно уже, хоть и не на маршрут чемпионата, но как объект массового притяжения граждан он вызывал справедливые нарекания, что нет обеспеченности общественным транспортом по улице Дыбенко. Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта этого объекта с устройством тротуаров, главной посадочных площадок общественного транспорта. Там сейчас пятно застройки достаточно большое. И когда завершится, когда можно там будет уже проехать? До 30 октября завершение всех работ по этой улице. Начало работ было еще в 2016 году, выполнены подготовительные работы, замена опор освещения, строительство. Да, ну спасибо большое за информацию, важную, полезную. Чем больше информации, тем лучше, чтобы мы все прекрасно понимали, что происходит. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, до свидания. До свидания.